...всех святых, помилует и спасет нас, якоб лак и человека любит. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Из беседы святителя Иоанна Затаусова о том, как о любви к любящим и ненавидящим и об обуздании страстей. Но я забыл, что говорю людям, которые и к любящим их не показывают равной любви. Кто же после этого избавит нас от упомянутого наказания, когда мы не только далеки от той заповеди о любви ко врагам, но не делаем даже и того, что делают и мытари. Если вы будете любить любящих вас, какая вам награда, сказал Господь. Евангелие от Матфея, 3 глава. Так, когда мы и этого не делаем, то какая у нас надежда на спасение. Поэтому, прошу, не будем жестокосерды, но укротим помыслы наши и прежде всего научимся побеждать ближнего любовью. И по словам блаженного Павла, ничего не делайте по любомудрию или по тщеславию, но осмиренно-мудренно. Почитайте один другого, высший себя, посланник филиппийцам. Научимся не уступать и быть побежденными в этом, но побеждать других. И любящим нас показывать большее и пламенейшее благорасположение. Это всего более поддерживает и веселит жизнь нашу. Этим мы отличаемся от бессловесных и от зверей. Тем, то есть, что можем, если захотим, сохранять соответствующий нам порядок и иметь совершенное согласие с ближними. Потому научимся укращать наши помыслы, усмирять этого неукротимого зверя, то есть гнев. Гнев он называет укротимым зверем. Представляя ему зрелище страшного судилища и внушает, что если он решится примириться со врагами, то получит великие блага. Если же будем продолжать вражду, то подвергнемся тяжкому осуждению. Мы не должны ведь тратить время на фразы и бесцели, но каждый день и час иметь пред глазами суд Господень и тот, что может или доставить нам великое дерзовение, или извлечь наказание. Имея это в помыслах наших, мы победим страсти, обуздаем порывы нашей плоти и умертвим, по словам блаженного Павла. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, злую похоть, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие, уст ваше. Послание к Колосину. Любостяжание, тщеславие, ненависть. Если мы сделаем себя мертвыми для этих страстей, так, чтобы они не могли действовать в нас, то получим плоды Духа. Каковы суть? Плоды же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Послание к Колосину. В этом должно состоять различие христианина от неверного. В этом должны заключаться наши отличительные признаки, чтобы мы не красовались только именем и не превозносились все наружным видом. Напротив, если бы даже обладали всеми исчисленными плодами Духа. И тогда не гордились, но еще более смирялись. Когда исполните все, повеленное вам, говорите ему, мы, рабы, ничего не стоящие. Потому что сделали то, что должны были сделать. Послание Луки 17. Евангелие от Луки 17 глава. Если так будем пищить и заботиться о своем спасении, то можем и себе принести величайшую пользу и избавиться от будущего наказания. А для тех, кто смотрит на нас, быть учителями полезного, чтобы приведший настоящую жизнь строгости, в будущем достоиться нам милости Божией, которую дополучим все мы по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу слава, держава, честь во веки веков. Аминь. Продолжение следует... Продолжение следует...